Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимова и её гости. И в гостях у нас Юрий Шулипа, который вчера должен быть, но не был, потому что он был, стоял в пробке на границе. А сегодня он уже не в пробке, но в дороге, как вы видите. Юрий, здравствуй! Привет, Света! И мы традиционно приветствуем нашим зрителям и слушателям. И поскольку все наши зрители и слушатели, те, кто нас сейчас смотрит, меня дождались, за это им огромная благодарность и от меня, соответственно, просьба. Поставьте лайки, раскидайте ссылочку на этот эфир как можно широко в ваших аккаунтах, в социальных сетях. Подпишитесь на канал Светланы Герасимовой и её гости. Ну и, соответственно, и на мой канал Юрий Шулипов, когда это видео будет доступно на моём канале. А, ну и последнее, ещё нам слишком многое сказал, но тем не менее. Напишите комментарии тогда, когда это будет возможно. Юрий, неделю назад ты был во Франции, ещё забыла, где, в Брюсселе, по-моему, да? Да, в Бельгии, да, в Брюсселе, в Бельгии. В Брюсселе. А где ты был, интересно, в течение этой недели, ты всё время в дороге. Похвастайся. Ну да, дело в том, что на прошлой неделе я был в четырёх столицах крупных государств, в столице Франции и Парижа, в столице Королевства Бельгии, в Брюсселе, в столице Германии, в Берлине, но и в столице Польши, в Варшаве. Да, и помимо этого я ещё был в таком крупном польском городе, как Позде. И что ты там делал? Ой, ну, ты же знаешь прекрасно, что у меня всегда достаточно много работ и, скажем так, различных мероприятий. И когда я выезжаю в страны Европейского Союза, а такое пока случается нечасто, то за свою короткую поездку я должен провести как можно больше различных деловых встреч. И, соответственно, мероприятий. Ну, первое важное мероприятие, собственно говоря, от чего это поездка была, это моё участие в восьмом форуме государств Построссии, который прошёл в Париже. На этом форуме я выступил со специальным докладом на тему стратегическое планирование будущего, скажем так, от постсоветских ошибок к строительству новой реальности. Суть моего доклада заключалась в том, что я должен, и как мне это представляется, у меня получилось донести до западной аудитории, а это политики, эксперты и журналисты стран коллективного Запада, всего лишь 10 тезисов, основанных на международном праве и фактических обстоятельствах, почему Россия как государство не должна существовать, почему Россия должна распасться. Я сейчас объясню, почему актуальность, в чём заключается актуальность данного мероприятия, но уже эти ресурсы прекрасно понимают, что я неоднократно им говорил, нашим диким спуском, напомню, что политика Белого дома на постсоветском пространстве, я её классифицирую, как выдержать пророссийскость, и против нас действуют достаточно мощные силы, еще по-то, есть внутрь самого Запада, которые заинтересованы в том, чтобы этот преступный чекистко-фашистский путинский режим продолжался, и была вот эта война, которая ведёт Путин, соответственно, против упоряний, то есть оставалась в ситуации статусскому. И для того, чтобы сломать хребет пророссийскости, нужно нам основывать наши позиции достаточно чётко, они должны быть просто железобетонными и безупречными, ещё раз повторяю, и они должны основываться на нормах международного права и фактических обстоятельств. Поэтому вот эти 10 тезисов, которые я изложил в своём докладе, кстати, да, можете зайти и почитать с ним, ознакомиться на сайте информационного агентства ГИА Чеченпресс, там уже опубликован, это сайт правительства Чеченской Республики 4, Ну и, соответственно, в моём телеграм-канале, на моих, на моей страничке в Facebook. Да, это ещё, ещё, это очень важно. Ну и там также была ещё такая панель, которая посвящена, я в ней принимал участие, дискуссионная панель, по поводу того, кто ведёт войну, причащая эта война, имеется в виду Россия против Украины и других стран, ну и в том числе коллективного запада. Это война Путина одного, как мы так называемые «хорошие русские» привыкли говорить, или это война всех русских. И, конечно же, я, безусловно, донёс свою позицию до Запада о том, что это война русских. А почему? Потому что Путин – это всего лишь среднее арифметическое от русских. И если бы русские не хотели этой войны против Украины, то тогда бы её, соответственно, бы не было. Потому что Путин, ещё повторяю, он в данном случае выполняет запрос населения российского болваниного, обкуренного, обдолбанного на войну против Украины. Понятно. Ну, от Бека тебе привет, все привет консулу Ичкерии, говорит Бек, да? Вот, смотри, Юр, ты предложил назвать сегодняшнюю передачу, что Россию принудить выплатить ущерб, значит, который Украине нанесли. А если Украина вот сейчас согласится на мир, вот поделите вы по рубежам там, по определённым, и не будет вам никаких выплат. Тем более, вот Ик, у меня есть такая дама, которая строго на стороне Путина. Она пишет, 400 тысяч россиян участвуют в специальной военной операции и каждый день пополняются на Кесарю. Хватит ли у вас сил на такую массу второй армии мира, которая прёт на вас? Ну, что касается физических переломать на фронте, конечно, хватит. Есть, естественно, вопросов абсолютно нет. Я считаю вообще то, что творит Путин, и неоднократно об этом говорил, что именно его историческая задача заключается в том, чтобы уничтожить этот последний осколок Российской империи, так называемую Российскую Федерацию. И с этим он справляется, я считаю, просто на 5 баллов. Ну и потом также, в чём заслуга заключается Российской войны против Украины, это в том, что Путину действительно удалось сразу сдать украинскую нацию, потому что без него бы непонятно сколько ещё лет было, ну, скажем так, неопределённый количество лет, Украина ещё бы просадурничала, болталась бы и, скажем так, и в неопределющемся порядке. Но вот именно благодаря Путину Украина, да, это, кстати, действительно ему заслуга, то, что именно благодаря Путину Украина уже фактически является членом НАТО по ряду причин, и в ближайшее время вступит в Европейский Союз. Теперь, что касается взыскания, ущерба, причинённого российской агрессией и оккупацией. Почему? Собственно говоря, это уже другая часть моих поездок и проведение различных бесед и встреч, именно дела встречи с представителями юридического сообщества Франции, и королевства Бельгии, Германии и Польши. Дело в том, что судебные органы Украины выносят решение в пользу граждан Украины, поставляющих от российской агрессии и оккупации, присуждают им компенсацию причинённого, компенсацию ущерба, причинённого российским агрессорам и оккупантам, вот, и причём путём наложения, взыскания на имущество России. Это очень важно. Да, месяц назад Наталья Евгеньевна Цоловиченко, это руководитель влиятельной Луганской правозащитной группы, адвокат, кандидат юридических наук и координатор проекта «Юридические силы Украины», выиграла у страны-агрессора и оккупанта и Януковича «Солидарна» 2,5 миллиона долларов. То есть суд арестовал российские активы, которые находятся в Украине, на 2,5 миллиона долларов. И такие, да, я хочу нашим этим слушатым сообщить, что эта судебная практика, она сейчас, как говорится, только начинает набирать обороты. Таких судебных решений украинских судов, я надеюсь и прогнозирую, будет достаточно много, поэтому все активы, которые имеются у России только на одной территории Украины, ну, скажем так, в ближайшее время они могут быть все арестованы, исчерпаются. Но поскольку агрессор нанес значительные ущербы Украины, причинил ее гражданам, то понятно, что там двумя с половиной, даже 10 и 20 миллионами долларов, по кредиту, херба, оно не ограничивается. Поэтому, соответственно, исполнение решений судов Украины, равно как и создание судебной практики подобного рода в других государствах, нужно распространять на другие государства. И вот, собственно говоря, я провел переговоры с представителями юридического сообщества стран коллективного Запада о том, чтобы они помогли украинским юристам, ну, украинским юристам адвокатам и, соответственно, потерпевшим от российской агрессии исполнять решения украинских судов в их государстве. Почему? Потому что Украина, во-первых, я нашим зрителям собственным сообщил, она подписала со странами Европейского Союза множество различных договоренностей, в том числе ассоциация о свободе торговли с Европейским Союзом, это та ассоциация, за которой стоял Ермайдан, начался Ермайдан, когда путинский агент Янух Ормач, в Винюсе, мы помним, 2013 года, испугался его подписи. И вот в рамках этих международных договоров наши коллеги юристы в Германии, в Польше, в Краевстве, Бельгии и во Франции будут помогать нам исполнять эти судебные решения, накладывать аресты на российские активы. В Союзе, в Союзе, в Союзе, в Союзе. Понятно. Вот тут сама реплику сделаю. Это самое Ик пишет, Путин – великий человечище с огромными яйцами. Ну, дорогая Ик, вот когда у мужика огромные яйца, значит, у него водянка, и значит, он уже на белом свете не жилец. Так чего же ты его тут прославляешь, такого несчастного? Юр, тут Соловей профессор рассказывал, якобы сердцем у Путина стало. Да не сердцем у него. Вот Ик, она все знает, она объясняет, у него с яйцами непорядок. Что ты как мужчина мужчине скажешь и посоветуешь? Ну, дело в том, что я не знаю его эти, как называется, анализы, да, мне на всяком случае неизвестно. Я знаю точную информацию, которая уже была подтверждена по проекту, что Путина онкология. А в основном, ну, кто знает, то может быть метастазы и в яйца ударили. Что-то бывает. Да, ну, понятно. Ну, и сочувствую, что с твоим кумиром так нехорошо. Ну, это не я огласила, значит, его не диагноз, это вы огласили. Вот так получается. Юр, вообще настроение, как вот ты чувствуешь по отношению к Украине в тех странах, где ты бывал? Ну, сейчас я вам кратко прокомментирую по поводу отношений к Путину, но вообще, конечно, вот подобного рода отношений к Путину, это признак очень такого серьезного, серьезной патологии с психическим здоровьем, да, то есть такому человеку, конечно, можно только единственное, что это посочувствовать. А что касается отношений к Украине, то оно все, я бы не сказал, что оно в полной мере однозначное, потому что, ну, скажем так, Франция во многом, как государство, оно идеологизировано. Там нет вообще как таковой идеологии полностью, как говорится, у людей в головах абсолютной каши, и там любая идея может, как говорится, зайти на ура. Но те адвокаты, которые интересуются политикой и представители юридического сообщества, в частности, присутствовавшие на нашем восьмом форуме стран построссийского пространства, конечно же, они все полностью проукраинские, и они, в общем-то, в рамках наших достигнутых договоренностей, обязали по мере своих сил и возможностей помогать Украине в ее борьбе с российским агрессором-оккупантом. Ну, такая же аналогичная ситуация и в Германии, и отчасти в королевстве Бельгии, ну, а Польша, она уж фактически вся на сто процентов за нас абсолютно проукраинская. Даже вот в городе Познани, где несколько дней провел время на прошлой неделе, там фактически на каждом здании, где висит польский флаг, вместе с ним и украинский. Ну, и в Варшаве, собственно говоря, так же. Это очень хорошо, что ты Польшу вспомнил на зал. Какое у тебя впечатление от Польши осталось? Ну, у меня от Польши вообще всегда самое лучшее впечатление. Я, скажем так, люблю Польшу и чувствую там себя как дом. Да, это ты вот так говоришь. А как вот кругом то, что нагнетается, что Польша с Украиной чуть ли не враги стали? Ну, смотрите, это определенные противоречия, недопонимания и, как следствие конфликта, они происходят на узких торговых треках. Но в условиях российской агрессии, тут, кстати, вот по поводу того, что я сказал, что Путин, он создал украинскую нацию, я считаю, что можно поставить еще Путину в заслугу. Это то, что он в братских кузах, это я уж без привлечения могу сказать, объединил Польшу и Украину. Потому что поляки и украинцы, они понимают и прекрасно знают, что враг у нас общий. И я также выражаю благодарность отдельным гражданам Польши, которые сейчас воюют в иностранном добровольческом регионе на стране Украины. Потому что эти люди прекрасно понимают, что лучше агрессора, малой кроя, как говорится, остановить здесь и сейчас в Украине, чем потом его останавливать в Польше. Между всеми странами в мире все равно даже самыми дружескими, казалось бы, существует на определенных треках различного рода противоречий. И это все абсолютно естественно. Но в плане безопасности, противодействия российской агрессии, агентурии, необходимости поражения России в четвертой мировой гибридной войне, вот тут Польша, Украина, но также Чехия, Словакия, фактически все страны Европейского Союза, они едины. Едины. Да. Так вот, слушай, Путин-то реально великий человечище с огромными яйцами, как говорится. Значит, нацию украинскую сплотил, украинцев с поляками помирил, так и держать надо дальше продолжать Путин. Да, послушайте, не то, что он фактически объединил украинцев, поляков, чехов и словаков, и даже граждан балканских стран. То есть бывшие сплотники Югославии, и славяны, и хорваты, и черногорцы, все на стороне Украины, все практически. То есть вот такого единства, мне кажется, единства славян, вот что важно. Смотрите, я считаю, что именно российская агрессия, сейчас важную мысль, которую я наблюдаю, тем более я в разное время был в этих странах, что именно благодаря российской внешней агрессии Путину в широком смысле удалось объединить всех славян. Да, пора будет, короче, памятник Путину ставить и звание Героя Украины давать. Слышишь, какая оценка-то? Смотрите, самый главный памятник Путину, имеется в виду исторический памятник для страны, это, конечно же, будет вступивший в силу приговор Международного уголовного устава в отношении Путина, его преступной чекистской фашистской ОПГ и основным российско-фашистским захватчикам по фактам планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны Москвы против Украины. Иного недавно, можете запомнить из вас. Вот это важно. И это, я считаю, важнейший памятник, это приговор. Вот больше, в принципе, ничего не нужно, потому что именно подобного рода приговор, он, Международный уголовный суда, он обеспечит историческое неповторение нападения России на Украину и другие страны, потому что, уважаемые зрители и слушатели, обратите важнейшее внимание, в мире, на нашей планете, там, где восторжествовало Международное уголовное правосудие, войны больше не происходят. Да, и ты считаешь, что Россия исчезнет с политической карты мира вместе с исчезновением путинского режима? Да, она уже начинает покачиваться, потихонечку исчезать, потому что уже те лица, которые приближены к Путину и знают реальную остановку в Кремле, они вот подтверждают мой прогноз, о чем я говорю. Что я, слушай, свет, я, по-моему, не помню уже, или четыре года, или пять, я об этом, ну, зрители, кто смотрит, следит за мной, они могут найти, потому что я сам вот иногда не фиксирую, в какие промежутки времени есть, что я говорю. Так вот, я говорю уже на протяжении, как минимум, последних четырех лет, я так, для скромности для себя отмериваю, что за пределами 2024 года я Путин и Евгер. И вот не так давно один из телеграм-каналов, который приближен к российским спецслужбам, в частности ФСБ, под названием ВЧК ОГПУ, опубликовал презентацию Анатолия Чубайса, где он с 2025 года сейчас ищет по всему миру деньги, там еще Рапопорта, ты ему ходишь, знакомый с Петербургом, я Рапопорта тоже со временем лично знал, и они собирают бабки на так называемую ПРБ-шечку, прекрасную Россию будущего. Вот это где-то я к чему, но, конечно, какой прекрасный Россию будущего не будет, потому что я, кстати, считаю, вот мне уже некоторые жители спрашивали, а как я отношусь к Игорю Чубайсу, не как Горько, а Анатолий Чубайсу, да, потому что я знал лично Игоря Чубайса и его родного брата, мы участвовали на форуме, так называемой «Свободной России» паровой, и потом блогер Максим Ефимов большую передачу записывал, дискуссионную между Млой и Чубайсом, еще там был Евгений Бестужев, который сейчас сидит в тюрьме, пидерский политолог, вот, где мы с Евгением, у нас позиция, что Россия распадется не будет, а брат Чубайса, он за то, что, типа, затопил за ПРБшик. Так вот, мое отношение к проекту Чубайса, я сразу говорю, негативное и мошенничество. Это просто, как вот Чубайс людей обманул на, так называемой, приоритизацию, так же он сейчас обманул, собирает деньги на ПРБшика. Ну, вот представьте, ну, давайте просто смоделируем ситуацию 35 лет назад. Допустим, вот сейчас, до конца 2023-го, можно сравнить с концом 1990-го. Вот я сейчас, допустим, 1990-й год, я где-то в Израиле, и я собираю деньги на прекрасный Советский Союз будущего. Да, я говорю, что вот сейчас, типа, там, пропачу, сейчас открыть полетберу, они выйдут, и вот Советский Союз сейчас обновится, он будет там демократический, и вот там, дайте мне денег и так далее. Ну, вот примерно такая же аналогичная ситуация, то, что сейчас твое Чубайс. Потому что я вам сразу хочу сказать, что ни Чубайсы, ни Ходорковские, и ни прочие все так называемые московские либералы в Новой Московье, в новой власти постпутинской, они не будут. Они не будут, потому что в этой постпутинщине будут две силы. Первая сила, это та, у которой действительно, я изменяюсь за патологию, существует реальная сила, то есть там будет по принципу ментовка порождать власть. А вторая уже сила, это временные международные переходные администрации, о чем вот я, кстати, сделал свое заявление в докладе на форуме построссийского пространства, которые будут уже установлены странами коллективного Запада. Даже, я вам скажу так, по большому счету, не по итогам поражения Москвы в четвертой мировой гибридной войне, что будет. А именно из-за того, что после поражения Москвы в четвертой мировой гибридной войне в международно признанной границах РФ начнется внутренняя война. И вот для того, чтобы эту внутреннюю войну, уже они там будут бывать друг с другом, ну, уже контуры этой войны ясны. То есть будут, условно говоря, воевать силовики клана Патушево с силовиками кланами Чельмезова, с различными там олигархами. Ну, это начнется ситуация, вот война по ГОПСу. Всех против всех, она, я считаю, будет более кровопролитная и агрессивная, нежели война Москвы против Украины, потому что, ну, тут россиян пригнали, просто как быдло убивать украинцев. Они вам много не понимают, а зачем это мы убиваем, для чего это война. А там уже внутри, как говорится, своего Запорибрика, они вот понимают, что это война за ресурсы, влияние, жизнь просто даже за физическое выживание. Вот после этого уже по итогам, а то именно внутренней войны на построссийском пространстве будет сформировано временно международный перекатный администрация. Почему? Потому что и Китай, вот здесь вот вот... Впоста опять уникальной ситуации, что было сразу же и Китай, который претендует на российские активы, и отчасти Индия и Турция и Соединенные Штаты Америки как представители западной цивилизации они будут заинтересованы в том, чтобы поделить скажем так Россию и установить на построссийском пространстве у них определенное мущество и установление мира ради их же собственной безопасности потому что чтобы не было повторного империалистического российского реваншира и тогда будет учреждена временная международная переходная администрация никаких еще раз повторяю Чубайцев и всех прочих, которые вам показывают я их называю юридически ничтожной политической мошкары потому что будут еще очень много войн в Мордоре все самое худшее начнется в конце 2024 возможно даже после 2024 года вот посмотрите и закончится это все установлением временной международной переходной администрации и уже потом помимо того, что Путин будет осужден это отдельным судом международным будут действовать еще так называемые ну можете загуглить переходное правосудие уже можете знакомиться изучать эти днистративы временной международной переходной администрации И переходной вопрос Да, понятно Ик пишет, что ждем Прекрасного Путина Будущего Это которого другого Ик Вот этот-то уже не потянет С таким состоянием здоровья Про который вы рассказали Ну, а в будущем Юр, может реально После вот этого Путина Другой будет Путин Как ты думаешь? Смотрите, на самом деле В чем заключается Идеология русских Элементарно, она заключается в силе Я это прекрасно понял Ну, на примере Моего проживания в регионе Вот когда ты куда-то приходишь В какой-то коллектив Допустим, вот в новенький В незнакомый В бандитский, можно сказать, или в полубандитский И так далее, и русские на тебя начинают Наезжать То есть они тебе попроверяют Синятые слабак И вот если ты их бьешь Бьешь ему в морду И, как говорится, его физически опускаешь То ты вдруг для него Становишься авторитетом И вот тебя начинает любить То есть если русских бить Если их унижать Демонстрируют над ними свою силу и власть Тогда они стихотом будут считаться Они тебя за это будут любить Ну, они вот такие мазохисты Да, то есть русский человек Он априори, его природа Это мазохист Ну и вот еще раз повторю Что после Путина других Путиных Уже не будет и по причине самого Путина Потому что Путин под собой уничтожил всех Нормальных, адекватных, сильных личностей Которые могли бы стать лидером И это тоже, кстати, очень хорошо Я считаю, отлично Отлично то, что он уничтожил после Путина У нас наследие Ну, понятно, что там о медведеве И речи не может идти Это уже больное существо Которое, вот реально Ему уже надо Таким, как Педведев Ставят на кладбище прогулы Да А что касается И вот по этой причине Это, кстати, очень хорошо Потому что если нет сильных личностей Кто бы что-то может возглавить Тогда, соответственно Когда нет общности Нет ставки на какую-то отдельную личность Тогда, соответственно, будет Война по ГОПСу В российских условиях Война всех против всех Вот это можно только приветствовать Понятно Вот, слушай Шпионаж Очень распространенная Очень горячая тема Вот Ты же в Бельгии побывал, да? Или не побывал в Бельгии? Ну, что значит Ну, я из Брюсселя Ой, да-да-да-да-да-да-да-да Я уже из-за Ты в стольких странах Что я уже запуталась Так вот про Бельгию В прошлом году из Бельгии Выслали 48 российских дипломатов То есть шпионов, да? А вообще Сколько в Евросоюзе шпионов российских Неизвестно А почему их терпится? Почему их не всех, как говорится, выселяют? Да, кстати, я рекомендую Нашим зрителям и слушателям Центр досье Ходорковского Опубликовал доклад Ну, можете зайти на загубки На сайт Центр досье О том, что из Бельгии Было выслано После полномасштабного вторжения Москвы в Украину Более 40 шпионов Тебе же, смотрите Российский шпионаж Это тема моего профессионального исследования То есть это еще Это как раз именно четко Моя тема Сколько российских существует шпионов? На этот вопрос Можно отметить Относительно точно Еще относительно точно Потому что Количество российских шпионов Мы не узнаем Ну, оно нам, собственно говоря И не принципиально Почему? Потому что каждый российский шпион Он вербуется Вокруг себя Гипотетически Каждый российский шпион Может создавать вокруг себя Адитурную сеть И вербовать Деодиологизированных Кажем так Коррумпированных И склонных Наживее Агентов Как влияния Так и прочих Среди граждан Иностранных государств Граждан подрываемого государства Поэтому, смотрите Все очень Все очень просто Во всех российских учреждениях Начинает посольство Консульство Генеральный консульство Россотрудничество Как на нашем языке Мы называем Распредительство Российские центры культуры и науки Всякие русские дома за рубежом Это все Это все крыши Это все крыши Для ведения подрывной деятельности России Против стран коллективного запада И Возглавляет эти учреждения И Их рабочий персонал Это Кадровые сотрудники Службы внешней разведки России Это СВР Это политическая разведка Потом Пятая служба ФСБ Это Разведка в сфере безопасности Потому что Сотрудники пятой службы ФСБ Они в основном вербуют Сотрудников провократительных органов И спецслужб Иностранных государств Но также и отдельных политиков Касаемых Сферы безопасности Потому что Их предмет разведки Это чисто Ну не Ну не Ну в основном Скажем так Потому что Разведка задача Разведка задачи Это Введение подробное Разведение Разведывать на подробной Две деятельности В сфере безопасности Ну и активными И соответственно Военная разведка Это Разведка В сфере Вооружения Но Это Главный правиль Генерал-штаб Вооруженных сил И Как правило Таковыми Военными разведчиками Является Военные атташе То есть Российские военные атташе Препоспольства Ах И То есть Смотрите В России Они все Формы одевают Ред Только раз в год Когда на параде Они для России Еще раз повторяю Это все Начиная там От генералов До Разведение То начиная там От полковников До генералов А На западе Это Первые Вторые Секретари посольств Послы Консулы Генеральные консулы И Соответственно Руководители Там всяких Русских домов Руссотрудничества И все Так далее Еще Это все Офицеры Российских кадровых списков Далее Что я Вам всем Неоднократно говорю Сердцевина Четвертой мировой Гибридной войны Подрывная деятельность И чем Занимаются Вот эти все Российские Так называемые Дипломаты Подрывной деятельности Подрывная деятельность Она В самом случае Подразделяется На четыре Ее составляющие Это Разведывательная подрывная деятельность Информационная подрывная деятельность Диверсионная подрывная деятельность И Агентурно-подрывная деятельность То есть Вот они Занимаются Вербовкой агентов Шпионажем проводят при различные операции влияния лоббирует российский без нового тарковского в докладе центра досье это подробно описано я вам так просто кратко перескажу но и конечно же активные мероприятия то есть это различные операции влияния его там один из сотрудников службы внешней разведки которые возглавляют российскую миссию при представительстве его европейского союза он проводит активные подрывные мероприятия собирает представитель стран диктаторских режимов там таких как республики беларусь куба так называемой северной кореи ран окажутся всяким и там антиукраинские европейские фильмы так далее а почему российский шпион еще потому что запад пока безволен пользуются просто безволностью непрофессионализмом спецслужбы стран коллективного за тем более смотрите где я был в брюсселе брюссель да это же фактически столица нато и европейского союза и для москвы это после соединенных штатов америки после вашингтона это второе стратегическое направление поэтому безумие безусловно что в брюсселе одной из самых крупнейших резидентур страны агрессор и оккупант и и здесь не конечно же нужно бороться но за подключающему сожалению он пока повторюсь еще раз для для наших для наших зрителей и слушателей импотентен импотентен и он таким образом позволяет стоп снова разрешил позволяет россии разрушать и подрывать собственную национальную безопасность хотя я неоднократно нашим зрителям слушаю что поскольку 20 февраля 2014 года москва войдет четвертую мировую гибридную против коллективного запада то коллективный запад должен с москвой приостановить пока это война идет приостановить дипломатические отношения и и соответственно если и вот тут вот еще вот еще чего боится брюссель вот важно почему они не не стремятся уничтожить российскую резидентуру и бороться с пионом с российским шпионажем собственной страны потому что они боятся утратить дипломатические отношения что если они этих шпионов рассекретят и выгонят из своих стран то россия мол тоже но соответственно вы то есть снизит их представительство стран коллективного запада в своей стране что вообще может впоследствии привести к разрыву дипломатических каши такой дипломатические отношения между коллективным западом и россии не должны быть одной простой причине потому что дипломатические отношения создаются и действуют там когда есть иные отношения там бизнес отношения культурные научные там туристические так далее то есть когда есть иные международные отношения но когда иных международных этажей нет все об этом когда стали коллективного запада тогда каких чертовой матери могут быть дипломатические отношения это просто позор запада вот я призываю нашу диаспору в которой и иметь ввиду и украинскую и белорусскую даже тех россиян которые вот выехали от путинского режима я знаю в блюстрич много состоитных россиян которые имеют свой бизнес и они жестко очень антипутинский вот выходите к зданию еврокомиссии и требуйте прекращение королевство бельгии россии дипломатических отношений пусть значит бельгия отзывает своего посла отзывает свою дипломатическую миссию из россии и соответственно и рассекречивать всех российских шпионов которые действуют сейчас при европейской комиссии в бюсселе слушаю а зачем вообще нужны шпионы в принципе это же дорого это же расходы если 90 процентов даже больше всего можно узнать и в свободном как говорится доступе в интернете вот недавний шум оказалось что самое секретное ведомство россии они опубликованы были в интернете вот и запросто и вычислить чем они занимаются труда не составила потому что послушайте помимо скажем так кражи информации у российских спецслужб истинные задачи то о чем я говорю это активные мероприятия различные мероприятия на мероприятие влияние оказать влияние на политиков западных стран пролоббировать какие-то свои преступные интересы завербовать как можно больше западных политиков для чего для того чтобы они в свою очередь уже содействовали прекращению военной помощи украине посеять скандалы и хаос в странах коллективного запада разрушить западные диск ну как они они не нужны черпатые вот вот для этого и ну алло так взял у нас юра и завис юра ну вот это у нас подключение так так это уже второй раз у нас нет завис ну сейчас мы созвонимся как говорится да я извиняюсь это просто звонок не был сейчас вот и еще раз повторяю что чтоб чтоб что помимо кражи воровства информации у россиян другие скажем так задачи это ну как на которой они больше тратят затрат ну стать я же об этом говорил 2020 год россия выделила более 180 миллионов долларов на осуществление подрывной деятельности в странах европейского союза а в украине россия выделила в том же 2020 220 миллионов долларов и поскольку еще раз повторюсь что подрывная деятельность это сердцевина 4 мировой гибридной войны а в чем и в чем вот ее как раз не заключается в другая часть этой сердцевины в том что он чтобы завербовать как можно больше своих сторонников и чтобы они действовали против же собственных стран то есть были коллаборанты действовали против собственных стран против своего народа на стороне кремля вот какова еще раз повторяю задача активных мероприятий и прочих операций и прочих различных операций влияния почему путин напал столь малым количеством всего лишь 300 тысяч вот в первую фазу уже полномасштабное вторжение где-то я писал что надо 50 тысяч российских захватчиков уничтожить его агрессора осыпется фронта потому что основой скажем так и целеполаганием у путина нападение на украину была именно агентура путина же ему окружение они предполагали что ситуация закончится так же как и в крыму в 2014 году вот есть предатели и коллаборанты которых уже 5 точнее 9 управление 9 точнее 9 отдел 5 службы фсб который был специально создан для украины петровский руководитель этого отдела генерал фсб который за ним вот именно вот называемый украинский отдел который вербовал агентуру как вот в сфере безопасности так и политики для того чтобы в момент полномасштабного вторжения они перешли на строго кремля я сама еще акцент был у путина что киев пойдет не от его российского и заквачка а и оккупационных войск а именно за счет агентуры за счет того что сейчас вражеские агенты возьмут власть как путь путин тогда же обращался в своем обращении 24 февраля к украинскими военнослужащих а берите оружие давайте на нашу сторону переходите ловите против своего народа вот на что собственно говоря был у путина акцент и почему он эту войну проиграл потому что не сработала его агентуру и потом уже начал как украине и в сады коллективного жопа запада свою агентуру сжигать произошло тоже очень интересное явление а теперь поскольку подрывная деятельность москвы в четвертой мировой гибридной войны и еще тоже четвертый раз повторюсь она является сердцевиной этой войны и она носит скорма найдет папа 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 параболе она носит все системный параболический характер то он теперь ее потихонечку опять начинает скажем так восстанавливать потому что прекрасно понимаешь что россия воюя против коллективного запада она не может победить эту же войну у запада без западных технологий в том числе да и без того чтобы это запас ломить и поэтому я говорю сейчас очень важно очень важно но это стратегически важно продолжить борьбу с этим злом тем более я был в берлине сейчас нашим языком искусственном сообщу свет по-моему я на прошлом эфире не сообщал 20 октября я присутствовал в качестве наблюдателя в судебном заседании по делу дмитрия баграша ага так вот это интересно я напомню кто не помнит дмитрий баграш он в прошлом спикеры моего канала очень интересный человек общественный деятель вот сейчас он в берлине он под следствием да юра ты снова отключился но пока юра не подключился я напомню что дмитрий баграш вел колоссальную антипутинскую работу там юра ты появился я появился видишь сколько мне звонков звук потому что мне еще рабочий день да по поводу акции дмитрия баграша когда она началась попала масштабное вторжение в украине я позвонил диме и говорит дима пробил твой звездный час выбирай свой вот этот демократический кэмп и значит срочно не начинайте протестовать потому что нам германия пообещала вооружение но она их длительное время саботировать так вот это уже подтвержденный доказанный факт после того когда началась именно акция на третий день военная помощь украине со стороны германии была разблокирована то есть его акция действительно оказывал эффект помимо прочего дима приютил в разные периоды времени в своем жилище 58 граждан украины беженцев от и от российской агрессии дима подставила российская вражеская агентура суть суть этой поставы заключается в следующем пока у дима шел шли мероприятия стоял и будет демократический лагерь один из вражеских агентов проник помещение димы взял его мобильный телефон где-то там биллингом походил вокруг офиса российских пропагандистов и потом они а у него что телефон дома был не с ним и он что ли не не запароленный был ну потом послушайте ну вот например у меня несколько мобильных сейчас у каждого нормальчик по два мобильных телефона возможно один из как нет представляет один из мобильных телефонов взяли с ним пошли возле этого здания потом подложили туда самодельное взрывное устройство а через несколько дней сами же пропагандисты позвонили и сказали вот у нас в офисе есть там какое-то устройство и так далее придите и вот-вот-вот . это это подстава со стороны агрессора и оккупанта и как мне это представляется диму подставили специальные оперативники 5 службы фсб потому что только они занимаются такими как фабриковка как от фабрикации уголовных дел с помощью своих агентов на территории иностранных государств это пятерка отработал 5 службы фсб и вот теперь сейчас наша задача я был в суде я видел что адвокаты дима работа но действует достаточно профессионально был допрошен свидетель со стороны защиты ну вот и теперь на вот наша задача на в рамках вот этого уголовного дела обвинения против дима доказать что против дима была подстава действует российский я дмитрий баграша давно знаю чек интеллигентный ну как он мог потом откуда он мог взять если дима постоянно на виду у полиции в этом демократическом в своем кемпе в бундес канцлерантом 100 метров от здания федерального канцлера шольца в берлине постоянно протестовал но как он скажем так взрывом устройстве вообще может может идти речь если он постоянно 24 часа на 7 он жил в этом лагере и находился под присмотром полиции чем дело то к чему дело идет там он уже год под арестом да да он практически год находится в местах решения свободы но я думаю и я такую версию высказал среди дименных адвокатов я с ними тоже кстати встречался просто как показывает практика подобного рода уголовных дел после того когда свидетели с обеих сторон как страна обвинения защиты будут допрошены уже непосредственно в судебном заседании то велика вероятность но она фактически 90 процентов того что диме изменят меру пресечения содержание в следственном изоляторе на по крайней мере и подписку о невыезде или зал либо домашний арест возможно домашний арест будет не круглосуточный а ночной то есть это может произойти как скоро но рассмотреть студентное заседание у димы идут по графику я наверно сегодня вечером опубликую я перегорю с адвокатами адвокат не один разрешит я по всей видимости опубликуем открытом доступе график судебных заседаний димы которые происходят в одном из участковых из районных судов берлин а там адрес зал суда будет чтобы наши зрители слушали кто нажимает берлине могли приходить как прислушатели на судебные заседания дима график плотный и до января согласно графику суд должен выйти на приговор понятно ну в общем будет возможность передашь привет от меня от активистов канала и при первой возможности как только можно будет ждем его здесь в эфире чтобы он мог рассказать как говорится ну слушай тут у нас эфир концу подходит вот анатолий судаков он с под девочкой тебя спрашивает почему до сих пор мид россии и гур не объединили не в одном ли они направлении работают я не могу понять как у скажем так государств которые находятся с друг с другом международным кроме так что общего может быть у государства находящихся в международном вооруженном конфликте при том что задача агрессора оккупанта того государства который является агрессор и оккупантом уничтожить государства жертву собственной агрессии да понятно понятно ну вот расскажи теперь немножечко как ты видишь вот сейчас положение дел на украинском фронте в заключении ну я уже сказала об этом в своем прогнозе 7 по 27 июля 2023 года викторики лирки кирилловы на кипрус для линью сможете так и загуглить победа украина откладывается на год из-за пророссийской позиции белого дома там но и все все сказано сейчас на 1 на фронте идут боевые действия что понятно но они не прекращались на каждом из участков они происходят разные интенсивности но стоит отдать должное на временно оккупированных территориях особенно запорожском направлении россияне построили очень серьезные шланерной обороны помимо этого там у них прям целые под подземные скажем так бункеры и сооружение землей для длительного проживания поэтому конечно сложившиеся сложившие ситуации я считаю что все-таки вооруженным силам украины и скорее всего они к такому выводу придут им необходимо менять тактику боевых действий в частности на запорожском направлении и я думаю что с учетом той войны обстановки которые складываются на фронтах в салу поменяют тактику и потом уже ситуация будет в ближайшем месяце во всяком случае до нового года развиваться в пользу вооруженных сил украины если кратко в общем ты авдеевку события под авдеевкой как оцениваешь конкретно ты в общем рассказал ну смотрите я конкретно не могу оценивать события под авдеевкой в том в том плане что я не приехал запада и они не были однако оцениваешь я оцениваю события в общем что касается авдеевки да сейчас конечно там ведут бои но стоит отдать должное вооруженных сил украины и воюют там мастерски блестящий вот я не я не оцениваю деятельность мусору на 5 баллов вот елена рунина пишет украинцы после 2014 года уже после крыма ехали тысячами в москву работать в актовым методом ругали свою власть хвалили путина и вот результат аж у липа почему-то ненавидит россиян и отметить дана должна что за эти полтора года столько коллаборантов обнаружилось столько предателей что мама не горюй смотрите и российская агентура и коллаборанты и предатели понимаете это следствие не причин а причина всего этого заключается в том что до 2014 года украина фактически была российской экономической политической колонии что украины но победы евромайдана не было собственного суверенитета поэтому естественно такое количество при коллаборантов когда нет нормальной адекватной внешней политики когда это когда вместо своей суверенной внешней политики государством реализует политику которые ей навязаны извне страной агрессором и оккупантом и у которой страны грязь оккупант имеется ввиду стратегические задачи уничтожить эту это государство и потом смотрите в чем заключается украинский общий феномен вот я слушала свет немножко твою передачу с геннадием балашова и я пожалуй с ним соглашусь в том плане что украинцы ненавидят власть ну они любят свое государство то есть смотрите украинцы ненавидят государство но любят свою страну он так сказал то есть они ненавидят государство в том плане, как власть. Они власть выбирают, потом власть их в основном Так, снова у нас Юре позвонили и Юра у нас отключился. Ну, раз Юра отключился, вот, то друзья... Так, все. Значит, друзья, ставьте лайки, Юр, заканчивай, потому что безобразие, это уже конец эфира. Так? Ну, да, дело в том, что мне сегодня достаточно обошел... Надо было отключать телефон, вот, звонки. Так, ну и нафиг ты нужен, ты перевернулся совершенно. Ну, в общем, все. Ты боком перевернулся, все, это совершенно так. Ну, что, друзья, поблагодарим Юру за эфир и через час у нас будет Евгений Кудрик. Конец эфира.